В первой главе книги Бытия, стихи с 26 по 28, говорится, Бог сказал, сотворим человека по нашему образу и подобию. Итак, первое, что сказал Бог, давай сотворим человека по нашему образу и подобию. Это означает, что Троица присутствовала в этот момент творения. Итак, человечество было создано как триединое существо, потому что Бог — это триединый Бог. В Нем есть Отец, Сын и Святой Дух. В нас есть тело, душа и дух. Таким образом, мы созданы по его подобию, потому что мы являемся существом, состоящим из трех частей. Итак, Бог сотворил человека по своему образу и подобию. По образу Божьему сотворил Он его. Мужчина и женщина, Он сотворил их. И Бог благословил их, и Бог сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Это очень странное утверждение, которое большинство людей пропускает мимо ушей. Это означает, что земля уже существовала, и Он предопределил Адаму и Еве восполнить или повторно заселить эту землю. Я подробнее расскажу об этом в учении, которое называется «Вначале». «И наполни землю, и подчини ее себе, и владычествуй над всеми рыбами морскими, над всеми птицами небесными, над каждым живым существом, которое движется по земле». Таким образом, мы были созданы для того, чтобы властвовать над всем сущим. Вот к чему мы приближаемся, так это к пониманию того, что во втором послании к Коринфянам в шестой главе говорится, что человек был сотворен, чтобы быть соработником и сотворцом вместе с ним, для установления его царства и его праведности на всей земле. Давайте посмотрим на то, как Бог создал человека в самом начале. Здесь говорится, что Господь Бог создал человека из праха земного. «Это и есть создание тела». Затем он вдохнул в его нос дыхание жизни, и человек стал живой душой. «Это и есть творение души». Но мой вопрос к тебе, как к триединому существу, заключается в следующем, где находится творение Духа в истории сотворения мира. Его там нет, потому что твой Дух не был сотворен. Твой Дух вечен. Это было в Боге задолго до начала всех начал, и это будет в Боге в самом конце всего сущего. Потому что человек не был сотворен. Он всегда был в Боге и всегда будет в Боге, в нем с самого начала и до самого конца. Женщина сказала змею, «Мы можем есть плоды из деревьев в саду, но только плоды из дерева, которое находится в середине». Бог говорит, «Не ешьте из него и не прикасайтесь к нему, чтобы не умереть». В книге Бытия 3.5 говорится, что змей сказал женщине, «Ты не умрешь наверняка, ибо Бог знает, что в тот день, когда ты вкусишь от этого дерева, твои глаза откроются. И тогда ты станешь такой же, как Бог, знающий добро и зло». Когда женщина увидела, что дерево годится в пищу, и что оно приятно для глаз, она взяла его плоды и съела, а также дала своему мужу, который был с ней, и он поел. У них обоих открылись глаза, и они сразу поняли, что они обнажены. Я только что говорила о сотворении тела человека, о сотворении души человека. Но как дух человека пришел в согласие с телом и душой человека? Я знаю это, потому что я была там, и на самом деле ты тоже была там. Ты была в нем с самого начала. Проблема в том, что мы забыли, откуда мы на самом деле пришли. На самом деле, когда Господь вдохнул дух человека в землю, это было с первой чистотой, которая была произнесена над землей, чтобы произвести землю. Дух человека вышел из него и вошел в землю, соединившись с телом и душой человека, чтобы мы могли стать трехсторонним существом по тому же подобию, что и его образ. Нам очень важно это понять, потому что сейчас мы находимся на завершающем этапе, на седьмом дне или в конце периода совершенства. Мы переходим от младенчества к полной зрелости, когда полнота Божества телесно будет пребывать в нас, как это было с Иисусом. Мы растем в полноте меры роста Иисуса Христа. Мы больше не оставляем позади свои детские поступки. Это очень-очень важно для нас понять, потому что когда мы вернем себе наше изначальное положение, мы станем сынами Света, которые получат от Бога полномочия изменять и перестраивать все творение. Продолжение следует...